всем привет всем здравствуйте меня зовут елена это канал посвященную вязанию и сегодняшнее видео будет лишено вообще всякого смысла я вас уверяю ничего полезного сегодня в этом видео не обнаружите тем не менее если вам не перехотелось провести несколько минут в моей компании то приглашаю вас оставаться приглашаю вас к просмотру сегодня расскажу вам про несколько вещей которые свершились на этой неделе а именно продолжаю вязать тунику пряжу показывала в прошлом видео но совсем совсем краешком поэтому сегодня поговорим более подробно также вчера состоялся ну наверное все вы об этом знаете праздник который касается всех вязальщиц мира день вязания на публике и этот праздник конечно не такой старинный но тем не менее он стал очень популярный спасибо соцсетям за это и я тоже с радостью поспешила на одну из встреч которых узнала буквально за несколько дней до начала и в первую очередь хотела бы благодарить девушку татьяну вот ее ник в инстаграме за то что она в принципе организовала эту встречу за то что она всех нас собрала позвала парк сокольники и это был классный день это было такое удовольствие во первых я увидела очень очень много тех девчонок с которыми уже хорошо знакомы с которым увиделись раньше на других встречах это ксюша например это наташа чего его познакомила с анжеликой с ириной была очень рада увидеть юлию лодыреву давно ее не видела а также конечно же я была счастлива познакомиться наконец-то с олечкой графинишка арнольд ее ник так называется в инстаграме и также называется ее канал на youtube я думаю что многие из вас ее знают конечно девчонка такая очень общительна очень нестандартно мыслящий человек очень творческий активный но в общем прелесть я очень давно хотела с ней познакомиться и более того у меня была такая знаете коварная корыстная вообще задача разведать у нее как же она связала на связала пуловер вот такая небольшая предыстория на связала пуловер очень несложного кроя и мне он понравился насколько я понимаю это не ее модель авторская насколько я понимаю она ее увидела в инстаграме как как же называется жилет с перьями или пуловер с перьями но в общем смысл в том что он вяжется вяжется два полотна по прямой потом сперку сверху как-то вот вот здесь вот идет крест-накрест образуется горловина просто за счет того что заднее полотно со спинки просто накидывается сюда спереди и швом сшивается я вам конечно же покажу эту модель но чуть позже так вот мне было очень интересно как она смотрится сзади конкретно бину вот на уровне проем со спины и оля мне торжественно пообещала что она довяжет изделие соответственно придет в это и принесет его навстречу и вы не поверите вчера 32 градуса жара неимоверная и оля совершает подвиг она на себя нацепила этот пуловер и продемонстрировала о бедно ну в общем мы все рассмотрели его конечно все понравилось я все ответы на свои вопросы получила все что меня интересовало я все увидела и наверное буду вязать эту модель мне очень понравилось она элементарная в исполнении очень простая смотрится очень здорово очень стильно единственный момент я все-таки думаю что я буду вывязывать классическую пройму все-таки не прямые полотна но это уже там ближе к делу подумаю и надо будет конечно приобрести какую-то пряжу что-то купить интересное потому что там хотелось бы чего-то очень благородного может быть даже кашемирчик может смесовочка какая-нибудь хорошая но в общем там пока что из того что есть у меня в арсенале я пока не вижу с чего вязать а можно и я так очень похожи я думаю не все там еще четыре а я в тринете уже 3 . можно теперь это вот я же за это переживала что нет хорошо можно сможет ее буду я единственно вот тут вот эти два уголочка это была моя инженерная мысль который я не совсем поняла но мне хотелось немножко пошеволить мозгами может быть кучу брошей я уже заказала так что тоже плацдарм для брошей и судно я и сделаю вот так вот она сейчас я ж не вижу и вот так вот я не делаю да не тесла надо когда-то выруйте но я не как у меня каждый раз получается я пытаюсь покороче получается опять на самом моем противном месте у него конечно противно нет хорошо 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 я сомневалась насчет посадку где пройдет хорошо это будет уже другая модель там столько если пойти по хэштегу там столько если пойти по хэштегу там столько вариантов но это просто а есть просто офигенные спасибо за демонстрацию все понятно вообще хорошо да стильненько мне нравится что здесь можно еще и платье вязать а вообще покажу можно переиграть это трубчик можно и по фасону по фасаду если переиграть было бы тоже молодец молодец молодчина но есть еще второй такой до серо-бело-черный такой да еще еще не все вот такие мастерицы юлька лодырева сидит не хочет кадре пара не захотел куда она денется вот это что такое это хлопотство по центру это уже больше пипятства на точной отряда день вчера был конечно замечательный мы встретились в парке соконники решили не идти ни в какое антикафе кафе в помещение решили остаться на свежем воздухе у нас был практически такой вязальный пикник надо сказать что люди мимо проходящие но абсолютно никакого внимания не обращали на наше вязание никому никакого дела нет если совсем честно признаваться мы конечно вязали так знаете так для вида в основном конечно болтали смеялись общались и очень классно провели время это правда это замечательный день так что всем 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 девочкам спасибо за то что вы этот день подарили а что я собственно говоря вижу сейчас я в прошлом видео вам показал показывала уже эту пряжу показалось что приступила к вязанию туники это туника зимняя теплая вяжется она знаете я взяла за основу в свой ну не свой конечно те диагональные кардиганы которые я вижу которые вяжутся сверху вниз начинается сзади с трех петель на спинке так вот взяла за основу эту модель и связала ровно до того уровня когда мне показалось что глубина выреза уже достаточно я больше не хочу остановилась и далее пустила по кругу но при этом соблюдая алгоритм да то есть спереди мы убавляем сзади прибавляем чтобы полотно оставалось в своих пределах и расширялась не сужалась буду вязать очень длинную туничку наверное даже знаете вот туника платье то есть до колена и будут разрезы скорее всего но пока еще мне далеко до этого но это в целом задумка в целом модель а теперь про пряжу в прошлом видео я вам уже ее показала это пряжа твит гест разл 55 процентов мериносовый 6 30 процентов полиамида 15 процентов шелка 270 метров на 100 граммов приходится и ну вот прошла неделя да как я показал эту пряжу за это время естественно я вязала вязала как-то вот пыталась мнение свое составить знаете вчера на встрече вязальщиц я эту пряжу показала ири ирочке чечек она действительно хорошо ориентируется в бобинной пряже в смесовках действительно она посмотрела на это и говорит елена ты что за это еще и деньги отдала 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 и немалые ниточка шелка которая здесь заявлено в 15 процентном составе она рваная нецельная такое ощущение что знаете вот моя мама однажды так выразилась а ира вчера мне раз напомнила эту эту фразу мою мама такое ощущение что разную пряжу остатки просто вот так вот сошкребли в одну кучку все это спрессовали потом организовали крутку и неважно какая там сцепка у пряжи у волокон точнее пряжи неважно какая длина не важно что они очень разные по длине волокна и все это вот пустили на бобину такое как правило встречается знаете у очень экспериментальных видов пряж вот которые например фабрика выпускает и смотрят тестируют ее они даже безымянные как правило по номерам выходит семеоновская фабрика такой практикует но к качеству претензий у меня подобных нет у семеоновской фабрики я просто привожу пример как это технологически происходит так вот это можно встретить у каких-то лимиток у каких-то очень редких стоковых пряж но в общем нить шелком которая рвется которая по ощущениям старая ира посмотрела на конус и тоже подтвердила что скорее всего конус тоже сам по себе не последних лет даже не двухтысячных возможно самое начало тысячных годов но в общем угораздило меня приобрести вот такой вот своеобразную пряжу конечно же себе то я изделие довяжу и я буду все-таки его носить потому что но есть вещи которые мне мне нравится есть момент который мне в нем нравится например этот цвет а цветка называется хаки я такое очень люблю мне раньше она действительно теплая мне нравится что она замечательно укладывается в рисунок фактура рисунка видно вот пожалуйста да при том что это еще вы то бы того еще очень-очень далеко то есть то есть это настоящий черновик тем не менее призываю всех вас быть более внимательными и осторожными при выборе новых пряж с которыми вы не знакомы и если есть возможность например не покупать сразу большую бобину дай большой метраж а например есть возможность там хотя бы 100 граммов купить и отмотать и протестировать ее посмотреть познакомиться с ней но это конечно мой добрый совет вам потому что это существенно сэкономит ваши денежки так вот выглядит эта туника на мне вот вы видите что связано на уже на достаточно приличную длину до мадам сижу я уже закрыла но как и говорила планирую связать ее гораздо гораздо длиннее до коленок да вы видите то что здесь направление полотна сохраняется вот это косой диагональная благодаря тому что как я уже сказала модель изначально взята вот это вот интересное необычное что касается планки спереди вот посмотрите какое решение я приняла но сейчас если честно я немножко сожалею о том что именно так поступила я закрывала петли на планке закрывала с помощью полого шнура но использовала не три петельки на шаг а две петельки в принципе учитывая пряжу учитывая то что так все знаете смешалось перемешалось и по большому счету не видно что там действительно такой вот выступ у планки в принципе можно было просто связать обычными изнаночными петлями продолжить ряд изнаночными петлями как вот здесь логично идет и в принципе я думаю что разница была бы не слишком такая существенная что сделано то сделано спереди у меня получается вот вырисовывается такая вот тоже широкая достаточно планка в принципе тоже можно было поэкспериментировать и пустить убавление здесь необходимо делать убавление иначе просто полотно пойдет вперед знаете как изделие а силуэтом причем расширение пойдет не по бокам а спереди мне конечно это совершенно не нужно поэтому здесь идут убавления в принципе можно было пустить одну петельку и по 2 у бабочки за у сторон от нее и тогда это повторяло бы линию прибавок сзади да это логично смотрелось в общем то но я почему-то поступила так и уже перевязывать если честно мне не очень хочется как я сказала это экспериментальная работа вяжу и тестирую и смотрю нравится не нравится буду я носить такой не буду носить такое захочу я вводить эти изделия в свой ассортимент в дальнейшем и не захочу в общем время покажет вижу я эту тунику не вот этими спицами сейчас просто перенесла их на длинную леску чтобы примерить и показать вам как это сидит а вижу я на адиками адиками из набора basic одна спица у меня три с половиной вторая спица четыре ну собственно такой прием который я стандартно давно применяю еще хотела рассказать вам про диагональный кардиган у меня спрашивали а в начале мая связала очередной кардиган вот сейчас вы увидите фотографии привожу просто в качестве примера это пряжа кауни расцветка называется бургундия а расцветка компаньон это лизе гора gold цвет называется пыльная роза на один такой кардиган у меня уходит чуть больше половины мотка если мы говорим про пряжу компаньон так что если кому-то любопытно какие еще расцветки могут быть если вам нравится экспериментировать то вот пожалуйста берите как пример кстати эта расцветка оказалась очень востребованная это я уже вижу такой второй кардиган первый был связан большего размера 50 или 52 он был на выставке представлен ну собственно говоря это все что я хотела рассказать на данную минуту надеюсь что прощаемся с вами ненадолго продолжу вязать тунику как только довяжу конечно же обязательно вам все покажу расскажу надеюсь что будут какие-то новые моменты возможно находки если будут какие-то ошибки я тоже вам об этом расскажу ну кто знает может вам понравится эта модель и вы тоже захотите себе связать подобное она очень необычно смотрится ну собственно все до новых встреч счастливо